Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я покажу, как сшить простынь на резинке на прямоугольную кроватку 120 на 60 сантиметров с высотой матраса примерно 6 сантиметров. Для этого нам понадобится метр ткани, эластичная тесьма, мелок или мыло для того, чтобы отмечать на ткани, линейка, сантиметр и ножницы. Итак, приступим. Перед тем, как шить, ткань необходимо продекотировать, то есть сначала ее постирать или просто замочить в воде, дальше отжать, а когда она высохнет, влажно прогладить, пропарить утюгом. Тогда ткань даст усадку необходимую и когда вы постираете свое готовое изделие, не будет на нем перекосов, будет все ровненько и красивенько. Теперь раскладываем ткань там, где вам удобно. Я разложила эту ткань на полу. Складываем ее пополам, чтобы было удобнее отрезать и разравниваем, чтобы было все ровненько. Дальше отмеряем. Нам нужен отрез ткани. Примерно 150 на 90. Отмеряем здесь. У нас получается 74-75. По длине подходит. И здесь мы отмеряем 90 сантиметров. Меряем. И отрезаем. Выворачиваем ткань наизнанку. Отрезаем кромку. Если хотите, можете оставить. Но я всегда кромку отрезаю. Так получается оплатник и ткань. И с двух сторон отмечаем. Рисуем квадратик 14 на 14 сантиметров. И отрезаем кромку. И отрезаем кромку. Продолжение следует. Продолжение следует. Вырезаем эти квадратики. Если хотите, можете сколоть булавками. Теперь складываем эти вот детальки, где мы квадратик обрезали, изнаночной стороной внутрь, лицевой наверх, аккуратненько выравниваем и прошиваем на швейной машинке. Где-то на 0,3 мм. Теперь выворачиваем наизнанку и аккуратненько разравниваем этот шовчик. И прошиваем с изнаночной стороны где-то на 0,7 мм на 1 см. Не забываем делать закрепки в начале и в конце строчки. Продолжение следует... Поворачиваем. И вот такой красивый аккуратный шов у нас получается. Закрытый красивый шов. Так проделываем со всех четырех сторон. Когда мы прошили все наши уголки, дальше мы будем прошивать по периметру, когда мы будем вставлять резинку. Загибаем сначала примерно на 0,5 см. Потом еще на 1 см. Вы можете заколоть булавками или прогладить утюгом, чтобы вам удобнее было. Но я буду делать так на машинке. Обязательно не забываем делать закрепку, чтобы не распустилась наша строчка. И прострачиваем по всей длине. Когда мы уже почти дострочили, не забываем оставить сантиметра два для того, чтобы продеть резинку. Вот мы прострачивали по всему периметру нашу простынь. Вот оставили мы расстояние, чтобы продеть резинку. Далее берем нашу резинку или эластичную тесьму. Отмеряем примерно 160 см. И с помощью булавки продеваем ее. Вот мы берем булавку и вот таким образом начинаем продевать резинку в нашу простынь. Вот мы продели нашу резинку. Теперь нам нужно зашить эту резинку. Если кончик, например, так вот растрепался, можно просто обрезать ножничками. Складываем ровненько и застрачиваем либо на машинке, либо вручную. Я буду сушивать вручную, мне так удобнее. Теперь разравниваем резиночку, чтобы она осталась. Придерживаем нольчиками и застрачиваем наше отверстие, не забывая делать закрепки. Увязываем лишние ниточки. И распределяем аккуратненько резинку по периметру простыня. Вот такая простынка на резинке у нас получилась. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok